собрать следующую стратегическую сессию, посмотреть, что мы сделали, что не сделали, к чему стремимся, какие у нас барьеры, что мешает, с кем нам нужно обсудить дальнейшее наше развитие. И поэтому есть приказ, назначенная следующая сессия на 10 августа, безусловно, с его участием. И по этому поводу мы уже подписали рабочий протокол, который сегодня в чате Кулаковым Олег Валерьевичем размещен, а он у нас от проектного офиса, как раз ответственный за проведение этой стратегической сессии. Предполагается, Артем Евгеньевич, вы были на предыдущей сессии или нет? Нет. Не были, да? Ну тогда вам повезло. Был, видимо, Закиров в ретолгации. Сессия будет кардинально отличаться, если тогда мы собрались просто на первом этаже торгово-промышленной палаты и расселись за несколько разных столов. Был один модератор, был Олег Владимирович. Я там ходил по круглым столам, что-то подсказывали. То в этот раз мы хотим провести все на высшем уровне. Догадайтесь, сколько будет сессий. Будет и 24. И одна из них будет ваша. Мы от вас ждем главных экспертов мнений, от вашего руководителя, от модератора. Безусловно, с вами будут сотрудники и Министерства промышленности, и Министерства экономики. Будет модератор у каждой сессии. То есть 24 модератора мы нанимаем. Для того, чтобы мы выработали некие решения на ближайшие годы, куда нам вместе двигаться. От вас необходимо до 28 июня подготовить предложение по приглашаемым участникам на сессию из числа федеральных республиканских органов исполнителей власти предприятий, общественных организаций, структур поддержки по предоставленной форме номер 2, которая прикреплена к протоколу, который разместил Олег Валерьевич в чате. Тут все понятно, Артем Евгеньевич? Да. То есть вы приглашаете главных экспертов, от кого считаете, что зависит развитие, ваше развитие. Не стесняйтесь федералов, остальных. Эти все заявки через проектный офис попадают в Министерство промышленности. В частности, Олег Владимирович Коробченко за своей подписью направит письма приглашения и к вам еще одна просьба получить подтверждение по приглашаемым участникам по участию в стратегии сессии с указанием формата там. Желательно, конечно, очень, но уж если не получится, ну как-то на ВКС. 24 сессии мы планируем обеспечить ВКС в том числе. Ну понятно, что снизится от этого эффективность. Все-таки склонять всех. В письмах будет указан телефон по ординатору комитета, то есть ваш, Артем Евгеньевич. Или кого вы посчитаете нужным, тот, кто будет обзванивать по этим письмам явку тех, кого вы хотите пригласить. Следующее. Нам от вас также до 28 числа нужен список участников от отраслевого комитета, кто будет принимать участие в стратегической сессии. Тут все тоже понятно, да? По количеству участников, смотрите, мы будем проводить в КАИ, там общий зал, в котором будет Олег Владимирович свое приветственное и напутственное слово дало, 450 участников. Если по 20 участников в одной сессии, то получится это уже 480. Поэтому ориентируйтесь до 20. Это вместе с приглашенными очно гостями. Я думаю, этого достаточно, достаточно управляемая группа, чтобы нам, во-первых, принять правильное решение, чтобы не было такого, что кто-то в нас не помещается. И следующее. Учитывая, что мы такого масштаба мероприятия ни разу не проводили, я думаю, даже на территории Республики Татарстан, Олег Владимирович дал поручение до 19 июля провести пилотную сессию с одним из комитетов. Если вы считаете, что ваш комитет к этому готов, то можете предложить свой комитет в качестве пилота. Там будут 24 руководителя комитета, там будут 24 координатора приглашены, там будут все заместители министра промышленности приглашены, там будут приглашены 24 модератора, ну и сотрудники нашего проектного офиса. Для того, чтобы на одном комитете посмотреть и убрать все шероховатости, чтобы остальные все комитеты мы уже провели нормально. С этим тоже все понятно, да, Катер Ильич? Не совсем. Это тот, на котором потренируются, но потом он тоже участвует 10 августа? Ну, потом мы без гостей, без гостей, коллеги, без гостей. Ну, то есть ответ – да. Без гостей, ну да, сначала, как бы, репетицию, условно говоря. Сначала потренируемся на одном из комитетов, да. Но гостей приглашать не будем. Нет, Сергей Васильевич, не хотелось бы, мы натренировались на этих процессиях, мы хотим сразу в 10-м. Ну, коллеги, смотрите, если будет желание, можете заявиться. Если желающих не будет, будем назначать. Хорошо. Хорошо. Скоро я не желающий, в общем. Я понял, я понял. Хорошо, коллеги. В принципе, по проведению стратегической сессии это все. Результатом будет документ, программа, будет подписана программа развития, как она правильно называется, чтобы не ошибиться. Будет подписана программа реализации приоритетных проектов развития промышленности и торговли Республики Катарстан до 30-го года. Предполагается, что также два министра как минимум подпишут, это министр промышленности и министр экономики. Это у нас с вами будет базовый документ. Сейчас у нас базовый документ, тот протокол предыдущей стратегической сессии о создании. Следующий документ уже будет о развитии наших отраслей. Нам важно, чтобы мы все в унисон работали, чтобы Родион Михайлович не призывал, что и министерства экономики, и промышленности, и все остальные должны расстагать в ногу, чтобы это было в рамках некого документа.